АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте, переводите, пожалуйста. Переводите. 105? 105! 105! 105! 105! 105! 105! 105! Рассчитано все на личную создательность ответственного советского гражданина. Не сработает личное, сработает общественное. Все места возле касс повернуты к ним лицом. Если что, найдется какая-нибудь бдительная бабушка. Молодой человек, я видел, вы бросили две копейки. Бросьте еще одну или сейчас милицию позовем. Ну или заявление вагонного жадом по трансляции. Дим Саныч, воспроизведите. Уважаемый пассажир, не забываем обелечиваться. Не обелеченные будут обезрублены. Пожалуйста, не контроль, пожалуйста. Предъявляем ваших звезды. Пожалуйста, что у вас. Будьте добры. Предъявляем, показываем. Почему у вас нету билетика? Пожалуйста, оплатите штраф. Паспорт. Еще можем. Посмотрите, как Вы уходы кассы. Паспорт. 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 Проезд трамбая стоил три копейки. В троллейбусе четыре. В автобусе пять. Ты опускаешь свою денежку. Помните? Поворачиваешь ручку. Вот уже хоть по солнцу теперь. Соответственно, проезд оплачем. Эбилетик отбор. Но надо отдать должное ленинградским школьникам, которые хорошо изучали химию. Три копейки советские и двадцать копеек имели одинаковый диаметр. Следующий ваш, самсонистский. И вот, три копейки вот этого медного цвета опускали в амальгаму. И ртутью вас. Да, 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 она ставилась серебряной. Дальше ловкость рук и никакого машинства нужно опустить в кассу монетку так, чтобы она легла орлом наверх. А потом сказать волшебную фразу. Граждане, мне вот мама двадцать копеек на трамвай дала и на обед, а я в кассу опустил. Передавайте кому-нибудь еще за проезд надо. Как вы отпускаете с кассами? Вспомните? Да, 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 да. Не опускайте, не опускайте. Пол друга с мратья над рукой. То есть пусто 20 копеек, полтинек, рубль. Дальше, в 70-х годах началась эпопея с компостером. Я думаю, что уже все укомпостировались, аж смогли. Помните, как оно работало? Конечно. А система-то система какая-то? Проезда честного. А, в этом плате? Там платить. Итак, покупаешь заранее талончики. Помните, это были не билеты? Абонементные талоны. Купить их можно было где угодно. Были специальные киоски. Киоски союз печати. У вагона вожатого можно было купить. На почте, сбербанке, где угодно. Потом отрываешь свой талончик, компостируешь. Получаешь некое изображение, комбинацию букв и рецепт. Потом заходит контролер, компостирует свой наряд на работу и ходит, сравнивает с тем, что накомпостировали остальные пассажиры. И вот тут один хитрый нюанс. С кассами оплатили, как это сейчас не странно кажется, редкостно, исправно. Да, были отдельные химики любители. Тем не менее, всегда было стыдно. Помните, с пионерским галстуком не оплатить свои 3 копейки, это было стыдно. С компостерами страна вступила в эпоху развитого социализма. Разведого! Сказала бы я на эту диете, Дмитрий Александрович. Пусть ему были придуманы тысячи, тысячи способов не оплатить проезд компостеров. Я знаю, что полный салон жилья. Кто помнит хотя бы парочку? Утюгом гладили. Так, не полностью прокомпостированы, гладили утюгом. Я знаю, какой еще способ. Всего одна женщина за 2 года моей работы в музее рассказала. Полностью прокомпостированы, продырявлены талон. Дома макали в рисовую водичку и гладили через марлю утюгом. Сложный процесс реставрации трамвайных талонов. Еще! Я не поверю, что все честные. Мачка талонов ввозить. Что? Мачка талонов ввозить. Картотека. Причем работала она по-разному. Или запоминали, с какого трамвая талон. Или же брали ненужную бумажку, компостировали, смотрели, какой у тебя есть. Иногда на тыльной стороне талона бледным карандашом подписывали бортовой номер вагона. Те, кто еще хитрее, заводили блокнотик. Блокнотики на страничках подписывали эти бортовые номера. Между ними талоны вкладывали, чтобы не сидеться перед централером. Еще! И что, и все? Не до конца тылья сейчас прокомпостировалась. Это уже было. Еще! Я не помню, с какой из них ваш. Помните 80-е, начало 90-х у мужчин в моде, в полуспортивной куртке дикого вида, с кучей карманов. Дальше начинается перформанс для контролера. Ай-яй-яй, не помню. Какой это с 53-х ваш. Помним? Ну, а другой совершенно хамский вариант. Представьте себе. Честная девочка-пионерка. Едет в дом пионеров. Мама, соответственно, дает два талончика. Один туда, второй обратно. Когда мы не дотягиваемся до капостера, что мы делаем? Как? Передайте, 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 передайте. Правильно? Так вот, к девочке возвращается ее талончик, прокомпостировалась. Заходит контролер. И ее с позором слезаем и с пионерским галстуком на груди высаживаем. Потому что по дороге кто-то подменил ее. Свеже поракомпостировала, но уже сильно мы в рушной талончик. А кто-нибудь еще что-нибудь помнит? Здесь все шепчут, здесь все шепчут, этим стыдно. Сиденье брезиновыми ковриками и системой отопления. Нам с вами неплохо. Сиденье брезиновыми ковриками и с подрезиненными колесами. Сиденье брезиновыми ковриками и с низковолькими ковриками. Дарья Владимировна, я сегодня не могу взобавшись. Сиденье брезиновыми ковриками. Сиденье брезиновыми ковриками.